Когда мы читаем о качествах служителя, то это касается только их или всех верующих. Например, честен должен быть только служитель, а нас, всех, кто пришел на собрание, это не касается, или же мы также должны быть честны. Качества служителя особенно выделены для руководства Церкви в выборе служителей, но многие из них — это также качество любого христианина. И об одном из них я бы хотел сегодня с вами поделиться. Это 1 Тимофею, 3 глава, 9 стих. 1 Тимофею, 3, 9. «Хранящее таинство веры в чистой совести». Вы замечали, что когда мы слышим, что нам хотят что-то по секрету или открыть какую-то тайну, у нас сразу появляется повышенный интерес. Замечали такое, да? Надеюсь, что сейчас слово «тайна» приведет вас также к интересу узнать, о какой же тайне мы будем говорить. Когда мы слышим слово «таинство», то может возникнуть мысль о чем-то мистическом, что-то, что знают не все, или не все могут иметь к этому отношению. Во многих религиях, а также, к сожалению, в религиозном христианстве присутствует некое визуальное таинство. Когда вы были, может быть, в странах, откуда мы выехали, если вы посещали православный храм или какой-либо другой, может быть, в другой стране, вы замечали в других религиях места поклонения, куда ходят другие народы. Есть особые места, куда нельзя заходить просто прихожанам, есть места, куда особый доступ имеют только священники, места, куда могут только приходить монахи. И создается такое таинство вокруг всего, что что-то там такое, что другим людям недопустимо. В Библии мы встречаем только в Ветхом Завете, когда была Скиния и был храм, были места ограничения. Было место, куда мог зайти только первосвященники, только один раз в год. Но когда завеса разорвалась, когда умер Иисус Христос, доступ был открыт для всех. Поэтому сейчас это остается только лишь традицией и ничего мистического или таинственного нет того, что сокрыто было от всех нас. Мы в нашей церкви, в нашем вероучении также относимся с благоговением к Дому молитвы. Мы учим, как себя вести, но мы никогда не запрещаем и не говорим, что кафедра — это место, куда может стать только проповедник. Наверное, я не знаю, как вы, но в детстве у меня всегда был интерес стать на это место, хотя я никогда не думал, что буду проповедником. Но когда собрание заканчивалось, уже людей не было, всегда хотелось прийти сюда, стать и посмотреть, как же отсюда выглядит церковь. Я думаю, что это хорошо для наших детей, если с уважением к имуществу наши дети привыкают служить Богу, и ничего мистического в этом нет. А о чем же Павел говорит? Что же такое таинство? Слово «таинство» относится к открывшейся истине, которая была ранее сокрыта, а теперь явлена. Таинство веры — это откровение Нового Завета. Я еще раз повторю, чтобы мы запомнили, что таинство веры — это откровение Нового Завета. То, что когда-то было сокрыто, а теперь ясно для всех. Пророки в Ветхом Завете видели будущее, как верхушки гор. Если вы стояли где-то на уровне верхушек гор, поднимались на канатной дороге, либо были где-то на горе, и вы видите до горизонта верхушки, но вы не видите долину между ними. Так же самое видели пророки, они видели первое пришествие Иисуса Христа, второе пришествие Иисуса Христа, но они не видели период церкви, то, что было сокрыто. Эта истина не была открыта в Ветхом Завете. Евреи и первые христиане, когда они уверовали, они собирались в фраме, потом собирались в синагоги, собирались по домам, они изучали Писание, они изучали Ветхий Завет, то, что было открыто о приходе Христа, вся история израильского народа, план искупления, но через апостола Павла Бог открыл для церкви откровения, которые нужны в наш период, то, что они не знали. Вот это было тайно для людей, и апостол Павел в разных посланиях пишет и открывает церкви эти тайны. У нас немного времени, я вкратце просто напомню для нас, для нашего духовного роста, чтобы мы знали, о каких же тайнах пишет апостол Павел, что же Бог ему открыл. Шесть тайн. Первая тайна – это тайна воплощения Христа. Первая Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Очень важная истина, что Иисус Христос – это воплощенный Бог. Много разных религиозных групп искажают истину об Иисусе Христе. Кто-то Его называет пророком, кто-то Его называет наполовину Богом, кто-то Его называет не стопроцентным человеком. Но мы верим и мы знаем, что Библия открывает нам истину, что Иисус Христос – стопроцентный Бог и стопроцентный человек. То, что открыто было нам, Церкви, истина об Иисусе Христе – это тайна воплощения Иисуса Христа. Вторая тайна – это тайна пребывания Христа в верующих. Колоссянам 1 глава 26 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос вас – упование славы». Вспомните, когда Иисус Христос встретился у колодца с самарянкой. Она ему говорит, что иудеи поклоняются в Иерусалиме, мы поклоняемся на горе, а Иисус Христос что ей сказал? Он говорит, что приходит время и уже пришло, когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе и Истине. Христос в нас, и мы теперь общаемся с Ним без посредников, ненужное особое место, куда приходить. В Дом молитвы мы приходим, чтобы вместе разделить радость спасения, чтобы вместе поклониться Богу. Но не это место встречи со Христом. Мы с Ним общаемся всегда в Духе, потому что Иисус Христос в нас. Эту тайну Христос открыл в Церкви. Это было в период Церкви, теперь мы общаемся с Иисусом Христом всегда, в любой момент, в Духе. Третья тайна – это тайна единства евреев, язычников во Христе. Ефесянам 3.4. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе и Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Братья и сестры, то, что для нас сегодня естественно, то, что для нас нормально, что сегодня в Иисуса Христа веруют многие народы с разных национальностей, в Первой Церкви это было трение, потому что евреи знали, что они избранный народ. И когда к Богу, к Иисусу Христу начали приходить язычники, это вызывало недоумение, это были споры, это были столкновения между иудеями, которые исполняли еще обряды, закон, у них это еще осталось, в их традиции, и тут приходят язычники. Апостол Павел открывает эту тайну и говорит, в Иисусе Христе разорвалась завеса, в Иисусе Христе открылся доступ для спасения любому человеку. Каждый человек теперь равен перед Богом. Все искуплены по вере кровью Иисуса Христа. Эта тайна открыта. Тайна о том, что доступ к Богу через Иисуса Христа имеют и язычники. Четвертая тайна – это тайна спасающего Евангелия. Колоссянам 4.3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Апостол Павел после своего обращения жил для того, чтобы проповедовать Евангелие. Все его силы, ресурсы, все было направлено на то, чтобы как можно больше распространить слово об Иисусе Христе. Тайна Евангелия. За Словом Божьим, которое мы читаем сегодня, оно у нас представлено в Библии, стоит сила Святого Духа. Это не просто слова. Когда мы передаем Евангелие, мы передаем текст Писания, за которым действует Христос, и оно производит работу в людях. Когда вы свидетельствуете, скажите немножко из Евангелия людям, а Дух Святой дальше произведет работу. Это тайна, которая открыта для нас, как сила, сила действующая, через которую мы свидетельствуем о Боге, об Иисусе Христе, и через которую люди спасаются. Пятая тайна – это тайна беззакония. Второе – Фессалоникийцам 2.7. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То, что невидимо для людей, это духовный мир, но открыто нам верующим. Что за всем тем, что происходит в мире, за всеми событиями стоит духовный мир, и этот духовный мир и силы зла действуют ровно настолько, насколько им позволяет Бог. Мы знаем это, потому что мы верим, Бог нам это открыл, что над всем есть Бог, Он всем руководит, и никакие силы зла не могут ничего сделать, без того, чтобы Бог допустил. Эта тайна открыта для нас, что Бог действует над всем, и духовные силы подчинены Богу. Шестая тайна – это тайна восхищения Церкви. Первая Коринфяна 15.51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновении ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Наверное, этот текст больше всего нас радует. Он нас вдохновляет, он дает нам надежду, и Господь открыл нам, как Он придет за нами. Мы собираемся здесь, и мы ободряем друг друга. И этот текст, то, что не знали раньше в Ветхом Завете, знает Церковь, что мы ждем прихода Иисуса Христа, когда мы будем вместе с Ним в вечности всегда. Написано, «Всегда с Господом будем». Это апостол Павел передал церквям, чтобы ободрить, чтобы наставить, чтобы имели надежду на встречу с Господом. Все эти таинства относятся к церкви. Поэтому, когда написано, «Хранить таинство веры» — это быть соучастником в Божьем плане созидания церкви. написано в чистой совести. Чистая совесть — это та, которая нас не осуждает. Сегодня уже нет тайны. Эта тайна была для людей, которые жили в Ветхом Завете. Но сегодня истина открыта для нас, и недостаточно просто верить истине, защищать истину, передавать другим, но нужно еще и жить согласно истины. То, что мы слышим, то, что мы изучаем, чтобы мы и жили так, чтобы наша совесть нас не осуждала. И хорошо жить так, чтобы сказать, как апостол Павел, 2 Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. Пусть Бог нас благословит, хранить эту истину, таинство веры, которая нам открыта, и быть соучастниками в созидании тела Христова, в созидании Церкви. Аминь». Помолимся. КОНЕЦ in Церкви. Продолжение следует. Продолжение следует...